В общем, интересная история. Я однажды домой прихожу, покушал, поужинал, и дочка подвигает и говорит, папочка, пойдем посмотрим мультик, там мультик про нас. Я говорю, о, давай. Сажусь на диван, она садится ко мне на коленки и говорит, пап, смотри, это вот дочка, а это ее папа. Это не то, что мультик, бывают же такие короткометражные мультики со смыслом, с музыкой, с песней. Мультик без слов. И в общем, там персонаж, девочка, которая мечтает стать космонавтом. И папа, папа, который воспитывает ее сам. Не знаю, вот в мультике мамы там не было. И она говорит, пап, это про нас с тобой, мультик. Я смотрю, и все хорошо, все красиво. Дочка прибегает домой, там тапочек порвался, папа берет, там чинит его. Потом она подрастает, кроссовок порвался, он берет, там чинит его. Она все время бегает в таком вот скафандре, да, у нее такие сапоги космонавта. Она мечтает попасть на Луну. Потом она вырастает, папочка стареет, дочка взрослеет. И она поступает в университет, сдает экзамены и проваливает. В общем, что-то там у нее с учебы не идет. Приходит домой, злая, такая расстроенная. Папа говорит, пойдем покушаем. Она не слушает, уходит наверх. И я прям смотрю, я как будто бы вижу, как взрослеет озере. Я думаю, неужели она тоже вот вырастет, будет так вот капризничать, не захочет со мной сесть, там попить чаю или покушать. При этом, как бы, мультик идет дальше, папочка стареет, у него появляется тросточка, а дочка взрослеет. И потом показывает картину, она заходит домой, стоит стол, стоит трость, а папы нет. Папы нет и показывает, что она стоит у могилы, да, что папа умер. И она приходит домой, у нее такой висел красивый плакат. Она его срывает, такая злая. Потом спускается в подвал и находит старую коробку папины. Он открывает, а там обувь, начиная от самой маленькой до самой большой. Там вот эти тапочки маленькие, которые он зашивал, потом кроссовки, потом вот эти вот сапоги астронавта. И она так смотрит, плачет, смотрит на папу фотографию, берет учебники и начинает учиться. И набирает нужный балл, ее берут на работу, скорее всего. И вот такая картина, она взлетает на ракете, летит на Луну, открывается дверь, и вот она делает шаг, он вступает на поверхность Луны. Такой кадр появляется на горизонте, то ли Луна, то ли какая-то планета. И там такие вот пупырышки торчат, и это как будто бы голова папы, его волосы. И Азерия говорит, папа, смотри, это папа, это ее папа, он тоже рядом с ней, они вместе. И она говорит, папочка, а ты же не умрешь у меня. Я говорю, Азерия, ну я когда-нибудь умру? Она говорит, папочка, только, пожалуйста, не умирай быстро, хорошо? Живи, чтобы я стала большой, и только потом умирай, хорошо? Я говорю, хорошо, Азерия, я постараюсь, я постараюсь. Она так мне крепко-крепко обняла, я ее обнял, и так вот сидим прям. В общем, дочке нужен папа, я скажу вам так. Дочке важно, чтобы отец был рядом, чтобы она чувствовала защиту, чтобы рядом был папа, который носит ее на руках, папа, который готов бросить все свои дела и просто играть с ней в куколки, там, не знаю, бегать, прыгать, танцевать с ней. Если такой папа есть в жизни ребенка, то я думаю, что она вырастет счастливой. Счастливой девушкой, счастливой женщиной. И она, наверное, построит такие хорошие, теплые взаимоотношения.